Всем привет! Смотрите какая у меня интересная штука. Это оригами брелок. Он двигается как живой, с ним можно играть, это настоящий антистресс. Такой брелок не купить в магазине, но его можно легко сделать своими руками. Я научу вас и вам точно понравится. Чтобы сделать такой необычный брелок понадобится всего лишь два листа цветной бумаги. Они должны быть двухсторонними и сейчас я из них буду нарезать тонкие полосочки по длинной стороне. Полосочки у меня будут по 0,5 сантиметра шириной. Размечаем бумагу. Раздлиновываем бумагу и разрезаем на полосочки. Можно нарезать бумагу и канцелярским ножом. На такой брелок потребуется по 10 полосок каждого цвета. И так у меня две полосочки разного цвета и каждую нужно сложить пополам. Выравниваем их, складываем и чуть-чуть разводим в сторону. Вот так чтобы получилось. Вот одно я согнула и точно так же сложу вторую. И вот такая вторая у меня получилась. Теперь берем одну полоску, у меня она розовая и заводим ее в желтую. Вот так. Розовую вторую полоску подгибаем вот сюда вверх и желтенькую вот эту в кармашек между двух красных вот сюда Теперь нужно хорошенечко подтянуть, чтобы у нас было все ровненько. Вот так получилось. Теперь берем желтую полосочку и перекладываем ее вот сюда вот так по диагональке получилось. Следующую полосочку вот эту перекладываем вот сюда по диагональке и вот эту полосочку желтую параллельно второй. Теперь немножечко сделаем вот здесь кармашек и вот эту полосочку розовую нам нужно продеть в этот кармашек в желтую. Прорезаем и подтянем. Должно получиться вот так и вот так с другой стороны. Теперь розовую полосочку, не ту которую мы только что продели, а напротив нее, снова перекладываем по диагонали. За ней желтенькую, снова розовую и желтенькую и снова мы должны ее продлить в кармашек, чтобы она зафиксировалась и иди сюда. И снова подтянем, чтобы все было ровненько. Продолжаем плести дальше. Все действия повторяются. Плетем дальше полоски, пока они не закончатся. Плетем дальше полоски, пока они не закончатся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда остаются совсем маленькие хвостики, подклеиваем новые полосочки. Субтитры сделал DimaTorzok Немножко подержим и здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжаем плести и в зависимости от того, какой вы хотите длины получить брелок, подклеиваем полосочки. А сейчас маленькая подсказка тем, кто может запутаться, как плести. Вот смотрите, я перекладываю полосочки И последнюю полосочку в кармашек я заправляю розовым. Вот она моя розовая полосочка. И следующую полоску, с которой я начну, это тоже розовая, напротив этой, которую я только что заправила. А сейчас в кармашек пойдет желтая. А сейчас в кармашек пойдет желтая. И я начинаю плести с противоположной длиной. Тоже желтой. Посмотрим, как у нас получается. По-моему неплохо. Последний раз заправляю полосочки. Потянем. Лишнее срежем и подклеим. Я подклеила хвостики, теперь переворачиваем. И вот за эту дужку нужно закрепить колечко для брелка. У меня вот такое колечко для брелка. Оно может быть и другим. Поищите, у вас обязательно какой-нибудь найдется. Попробую поиграть с брелком. Он здорово растягивается. Интересно скручивается. Он гибкий, как змея. И я думаю, отлично будет снимать стресс. Если вам понравилась такая поделка, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч на канале Гейм Джулия.